В чем смысл культуры? Искусство, литература – неизменная составляющая духовной культуры человека. Чем образованнее человек, тем он культурнее. Книги воспитывают, развивают, учат толерантности. Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели, отмечат профессиональный праздник. В преддверии Дня библиотек Слудская районная Центральная библиотека предложила множество сюрпризов. Среди них презентация арт-проекта «Смысл культуры» Слудского художника и дизайнера Ильи Падлока и награждение победителей фестиваля летнего чтения. Подробности в нашем большом специальном репортаже. Несмотря на развитие современных технологий и быстрое их внедрение в нашу жизнь, многие из нас до сих пор читают книги и увлекаются искусством. Слудская Центральная районная библиотека сегодня – это настоящий культурный объект, где через креативные формы с малолетства случайно прививаются основные культурные ценности через литературу и искусство. Библиотека 21 века. Какая она? Современная, молодая, открытая, креативная. Развитие библиотечного дела – процесс бесконечный. Именно вот это движение вперед, мы считаем, и является такой отправной точкой для художников и дизайнеров. Накануне профессионального праздника Дня библиотек сразу на двух площадках Центральной библиотеки нашего города проходили культурные мероприятия. Первое из них – это торжественное открытие арт-проекта «Смысл культуры» графического дизайнера и художника Ильи Падалко. Илья продемонстрировал своим арт-проектом новый подход в оформлении библиотечного пространства. Этот проект направлен прежде всего на продвижение книги, чтения и рекламу классической и современной литературы. Можно сказать, это реклама нашего золотого фонда, нашей библиотеки. Илья Дмитриевич Падалко – коренной стучанин с раннего детства связал свою жизнь с искусством. Дважды стипендиант специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Победитель международных и республиканских художественных конкурсов. Закончил Слудскую школу искусства, Академию искусства. Он является дважды стипендиантом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Он победитель международных республиканских художественных конкурсов. Занимается искусством и графическим дизайном. Представляет живописную линию современного искусства. В декабре 2018, в январе 2019 здесь у нас в библиотеке проходила выставка работ современного искусства Ильи Падалко. Надо сказать, что это было очень красиво, креативно, свежо и современно. Чтение литературы – это настоящее искусство. Именно такая цель преследовалась в данном арт-проекте. Илья Падалко – не только талантливый художник и графический дизайнер, но один из самых читающих посетителей библиотеки. В начале 2019 года у нас впервые была выставка Ильи Падалко в нашем зале на первом этаже. И настолько она понравилась нашим читателям, посетителям библиотеки. И так как наш талантливый дизайнер, наш замечательный читатель, многолетний, мы его предложили такой новый формат, подумать о том, как бы можно было бы оформить наш фонд. Мы вот остановились на этой идее. Хочу сказать, что Илья Дмитриевич очень быстро продумал, как это может выглядеть. И вот в течение года мы вместе, совместно реализовывали этот проект. Открытие выставки в библиотеке – это не просто очередное интересное мероприятие. Илья Дмитриевич – это знаковое событие, благодаря которому целых два зала преобразились. Получилось интересно с плакатами, это такое новое совершенно слово. И в оформлении, в визуальном оформлении библиотеки нам, конечно, очень приятно, что получилось именно так здорово. Вторая часть проекта – это цитаты известных великих людей. Они размещены на втором этаже библиотеки, в детском отделе и тоже в таком отделе, который называется информационно-образовательный библиотечный центр. Тоже носит такую смысловую нагрузку для посетителей нашего центра. Много слов поздравлений звучали в адрес Ильи в этот день. Я, наверное, с тех времен, как Илья еще был за партой, за мольбертом, за станком, тоже тогда постигал азы искусства, приобщался к высокому. Поэтому Илье хочу пожелать дальнейших творческих успехов. Я уже вижу, что Илья состоялся как художник, он уже узнаваем. Я думаю, что скоро он будет узнаваем не только у нас в стране, а и за зарубежьем, что мы будем собираться на его выставках и в каких-то более интересных местах. А Илье, конечно, спасибо, что он не забывает свою родину малую, Случину, что помнит о нас, показывает то, чем он занимается. В общем, я, ты большой молодец. Спасибо. Самое приятное для преподавателя – это видеть в учениках результат своих трудов. Особенно, когда выпускники проводят выставки на своей малой родине. Среди гостей на презентации арт-проекта присутствовали те, кто учил Илью первым навыкам искусства – преподаватели детской школы искусств. Не зря он сделал этот свой проект в библиотеке. Знаете почему? Из всех учеников за годы моей работы – это не то, что наверное, это единственный и очень читающий ученик. Такие мудрые вещи его говорил и говорит, и говорить будет. Им очень интересно говорить и про искусство, и про литературу, и вообще и про жизнь. Другой раз вот по телефону у нас и споры идут. Скажи, Илья. Да. Потому что он меня обучил, и я его. Я хочу сказать, что очень-очень привлекательная такая вещь. Я вот оттуда в дверь зашла и сразу же обратила внимание, что это там такое интересное. Я очень рада за тебя. Спасибо большое. И надеюсь, вот к словам Романа Вячеславовича, что мы увидим тебя. Я слежу за тобой в Инстаграме. Я надеюсь, что ты где-то очень-очень хорошо покажешь себя, потому что ты действительно талантливый, это несомненно. Путь у тебя уже начался, ты уже шаги есть. Вот так, что медленно, верно, к хорошему успеху, чтобы мы успели еще читать и радоваться где-то, ну не знаю, на международном даже уровне твоей участии. Двойне приятно, когда есть возможность, как говорится, вспомнить вот то, что сейчас злободневно, о своей малой родине, о своей малой родине. Когда наши выпускники еще и, как говорится, вот здесь, где их знают, где их, ну, например, Илью мы видим здесь. Когда мы видим результат своих трудов и они воплощены здесь, в нашем городе, конечно, это приятно. Поэтому, Илья, конечно, думай про Биеннаде, думай, но не забывай, что ты в Смутске, и нам всегда приятно будет видеть тебя здесь. Спасибо, мне тоже всегда очень приятно. С Смутска библиотека всегда идет в ногу со временем, и сегодня, пожалуй, она является одной из самых креативных. Илья Падалко предложил новый уникальный формат ее оформления – типографические плакаты. Поскольку я очень большой любитель литературы классической, ну, не только классической, я как-то достаточно давно рисовал просто для себя какие-то плакатики. И так совпало, что в библиотеке я понял, что я имею возможность все это реализовать. То есть это видит не только там парочку моих друзей, которые заходят ко мне в гости, но это увидит большое количество людей, и это может кого-то в том числе вдохновить. То есть задача проекта, как я себе ее видел, это обязательно популяризация литературы. Почему была выбрана идея именно типографических плакатов? Почему ничего другого? Хороший вопрос. На самом деле, это, наверное, индивидуальное мое пристрастие. Я очень люблю в графическом дизайне именно такие достаточно простые, ясные, минималистические решения, основанные на типографике. Это просто мой персональный интерес, и мне захотелось именно так это сделать. Совместное сотрудничество с Узкой районной центральной библиотеки и графического дизайнера Ильи Падалко на данном проекте не заканчивается. Впереди грандиозные планы. Сквер на улице Васильевитки был заложен в 2018 году. И вот в течение этих двух лет мы работали тоже с нашими читателями, и ландшафтный, и графический дизайнер, работали над этим проектом. Онлайн-экскурсию по этому скверу можно посмотреть на нашем сайте библиотеки. А у Ильи есть готовый уже совершенно проект Муранов, то есть роспись полностью здания технического с цитатами Васильевитки. Это действительно будет настоящим украшением этого сквера и, конечно же, этой улицы. Тем более, что мы там предполагаем скамейки с QR-кодами, с которых можно будет выйти в наши базы и познакомиться с творчеством Васильевитки, и поиграть. И, в общем-то, это будет достаточно интересный проект. И я надеюсь, что в скором времени мы все это реализуем вместе с 11-й школой, со Слотским ЖКХ. На протяжении целого лета читатели детского фонда библиотеки, дошкольники и учащиеся от первых девятых классов принимали участие в литературном фестивале детского чтения. Накануне профессионального праздника состоялось торжественное закрытие седьмого литературного фестиваля летнего детского чтения «Книжный остров в океане лета». У нас фестиваль проводится с 2008 года. Это седьмой фестиваль, поскольку проходит раз в два года в форме биеннале. И накануне Дня библиотек мы проводим этот фестиваль. Награждаются лучшие чтецы нашей библиотеки. В фестивале участвовали примерно 2000 человек. И вот из такого количества детей надо было выбрать лучших читателей. Сегодня выбрано 17 человек, начиная от дошкольников, которым читают еще мамы, ну и заканчивая старшеклассниками. По какому принципу мы выбирали? Дети должны читать не только школьную программу, но и для себя, для души, для развития литературы. Также дети должны участвовать в массовых мероприятиях, которые проводит библиотека, в мастер-классах. Также они должны обладать какими-то талантами. Мы уже не ищем такие таланты, чтобы там певческие или музыкальные. Но дети должны почитать стихотворения или поиграть в нашем кукольном театре. Суперчитатель 2020. В рамках торжественного закрытия были награждены самые читающие посетители библиотеки. Мы Тиму знаем давно, он еще и нас читал вот с такого возраста. И надеемся, ты будешь ходить в библиотеку. Будешь ходить? Возьми. Ждем тебя тоже. И завтра, и послезавтра в библиотеке. Книга для каждого из них – это возможность познакомиться с увлекательным миром, окунуться в детективное приключение, открыть для себя новое знание. Я очень люблю читать, потому что с помощью книг можно узнавать что-то новое, интересное, то, чего ты не знал раньше. А также я считаю, что это отличное времяпровождение. Потому что можно узнать из книг много интересного и больше знать. Какая твоя самая любимая книга? Про что ты любишь читать? Приключения, путешествия. Я люблю читать детективы. Детективы такие прям серьезные темы. Может, ты хочешь стать детективом? Не знаю. А что тебе нравится в этих детективах? Потому что они там находят разных людей, которые совершили преступление. Какая ваша самая любимая? Моя любимая книга – это серия, скорее, книг Дарьи Донцовой «Ее детективы». Тоже детективы, тоже нравится. Чем привлекают детективы? Детективы – это не просто книги. И там можно и логически подумать, и попробовать, и догадать быстрее, чем ты найдешь ответ в книге, догадаться, кто же виновен. Почему вы решили принять участие? И вообще, как удалось подождать победителям? У нас не было такой цели. Мы просто ходили, просто брали книги. Потому что, в общем-то, книги покупать – это дорогое удовольствие. В библиотеке детская – отличный фонд книг. И на наш возраст, и побольше. Поэтому мы ходили, брали книги. Все у нас шло. Жизнь шла наша своим чередом. Ну, в общем-то, и так получилось. Нам еще такой достался приятный бонус. Мы стали победителями вот этого седьмого, подчеркну, седьмого фестиваля. Семь лет он уже проводится. И семь лет назад моя старшая дочь тоже была победителем этого фестиваля. Мы очень довольны. Там спрятана наша любимая книга про динозавров. Мы уже посмотрели. В семье Татьяны Крупской читает вся семья. В этом году сын Семен стал победителем в номинации «Суперчитатель-2020». Пусть книги ему читают пока мама. Семь лет назад в такой же номинации победителем была и старшая дочь Татьяны. Несмотря на развитие новых технологий, в семье Татьяны, как и для многих читателей библиотеки, книга остается самым главным источником знаний и развития человека. Книга должна быть в жизни человека, потому что польза книги, особенно для детского возраста, для вот такого маленького возраста, это не всякого сомнения. Развивается воображение, развивается память. Для более старшего возраста, когда-то моя учительница по русской литературе говорила, что литература учит жизни, поэтому это тоже важно. Мы же не можем побывать у всех в каких-то ситуациях и посмотреть на ошибках. Книга позволяет нам учиться не на своих ошибках, а на чужих. Прочитали, сделали какой-то вывод, обдумали. И это все, ну, в общем, кто читает, он понимает, что это какие-то различные истории, можно применить к своей жизни. Объяснись в любви к библиотеке. Во время торжественного закрытия литературного фестиваля каждый желающий смог создать свою книгу. Мы предлагаем ребятам такое развлечение. Это подготовлено ко дню библиотек, которая проходит в Беларуси 15-го числа. И вот такой мини-проект «Ладбук. Объяснись любви к библиотеке». Это соберем свою библиотеку. Ребятам были предложены красивые конверты, в которых были волшебные загадки для них. Допустим, одна из них такая. Приготовлена книжечка. В этой книжечке заготовлены раскраски из какой-то сказки. Ребятам должны были просто дописать сказку и разукрасить, и дорисовать героев. Также было предложено наклеечки тоже из разных сказок. Допустим, если где-то был лишний герой, его нужно было убрать. Вот такие чудесные книжечки получились собственными руками. И изготовлены ребятам такие сказки. Либо просто заготовочки пустых книг, которые дети могли просто создать свою сказку. Разукрасить, написать название и нарисовать. И все эти волшебные книги мы прикрепляем на большую книгу, которая у нас есть. Нам это нравится. Мы клеили до этого. Клеить нам больше понравилось. Но раскрашить мы тоже любим. Правда, особенно мы любим, когда мама что-нибудь раскрашивает и рисует. Но, тем не менее, эмоции положительные. Поэтому мы благодарны. И тут вот это мероприятие началось чуть раньше, чем фестиваль. И поэтому это тоже была очень хорошая идея и задумка, чтобы кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже. Чтобы детям было чем-то заняться и в пользу, и провести время. Во время мероприятия из уст ведущей прозвучала замечательная фраза. Без культуры человечество вымрет. Действительно, книги помогают развиваться человеку, а искусство – понимать все то прекрасное, что есть вокруг нас.